Привет, друзья! С вами поговорим сегодня по указу 274, потому что очень много вопросов, связанных с продлением срока и с исполнением указа и так далее. Значит, первое, будет ли продлен указ? Вы помните, да, информацию со стороны зампред МВД Александрович Горового о том, что максимально нужно использовать временные легализации, потому что, скажем, был посыл, что указ не будет продлеваться, но первое, что еще раз скажу, что указ 274 был одобрен президентом и только он может его продлить на новый срок. Как по практике это было? Либо это было в преддверии, либо на текущую дату, то есть, например, 15 июня, либо, может быть, заранее, за один день и так далее, либо в течение недели. Вот такой срок продления у нас был. Поэтому сейчас говорить на сегодняшний день пока рано по этому вопросу. Конечно, писать, задавать вопросы можно, но четкая информация, естественно, будет только в преддверии 15 июня. Поэтому нужно подождать. И подчеркиваю, что указ 274 может продлить только президент. Если этого не будет, будем надеяться, что, соответственно, будут опубликованы какие-то внутренние распоряжения со стороны МВД, которые дадут возможность тем иностранным гражданам, с которыми, пребывая здесь, с которыми закрыты границы в Российской Федерации с этими странами, иностранные граждане, которые здесь находятся сейчас, не могут легализоваться, либо выехать за пределы Российской Федерации в свою страну по различным причинам. Поэтому будем надеяться, что все-таки будет какое-то внутреннее распоряжение МВД, которое даст возможность таким иностранным гражданам как-то решить свой статус, чтобы не стать нелегалом. Потому что это не нужно ни Российской Федерации, естественно, иностранным гражданам также становиться статус нелегала после того, как заканчивается указание 274. Я обращаю внимание, что для тех иностранных граждан из стран Казахстана, Киргизии, сейчас у нас 15 мая заканчивается указ для граждан Армении и Азербайджана, максимально, значит, если все-таки вы здесь находитесь нелегально, уехать с Российской Федерации для того, чтобы не быть подвергнутым административному наказанию, например, запрет на въезд за нарушение срока пребывания. Те иностранные граждане, которые сейчас находятся на территории Российской Федерации, мы видим, какие сейчас очереди в Сахарова. То есть, по возможности, конечно, оформить себе патент и так далее, если это есть такая возможность у вас, и вы хотите здесь пребывать после 15 июня. Потому что, опять же, пока не ясно, будет ли продлен указ, на каких условиях и так далее. Лично мое мнение, я считаю, что его нужно продлить еще на один квартал, на тех же возможных условиях, для того, чтобы дать возможность еще тем иностранным гражданам, с которыми закрыты, значит, границы с их странами, все-таки здесь как-то легализоваться, пребывать, чтобы не дать вот этого, после 15 июня, скажем так, не способствовать нелегальной миграции в связи с тем, что многие физически или по различным причинам не могут уехать отсюда. Вот это лично здесь мое мнение, но мы подождем. По поводу вариантов продления и будет ли со стороны президента, соответственно, пролонгаться это указы, либо какие-то распоряжения. Еще раз подчеркну, что это будет понятно в преддверии 15 июня. Пока об этом говорить рано, и какая-либо информация, которая сейчас проходит, она только в большей степени лишь условная. Для тех иностранных граждан, которые сейчас здесь находятся, и для стран, с которыми нужно оканчивать действие указ до 15 июня, я рекомендую, еще раз подчеркиваю, по максимальной возможности легализоваться, либо уехать, если открытое сообщение, и заехать, соответственно, по новой миграционке, для того, чтобы дальше уже решать вопрос со каким-то статусом. Если нет возможности оформления патента или есть альтернативы, то я рекомендую подавать на РВП, либо на вид на жительство сдавать документы. Сама по себе подача документов на квоту или на носитель русского языка не дает возможность продления срока пребывания после 15 июня. То есть, вы подали на квоту, соответственно, этот корешок уведомлений не дает вам возможность продлить миграционный учет. Подали на носитель русского языка, не дает возможность продлить миграционный учет. Если вы из визовой страны, то вы подали на РВП, на вид на жительство. Если у вас виза закончилась, то после 15-го вам также придется уехать, если не будет продлен указ. Просто вот эти нюансы, на которые обращаю внимание. Если у вас был запрет на въезд, выдворение, тоже до 15-го июня вы находитесь, если с вашей стороной не было открыто авиасообщение. И после 15-го, если вы не обжалуете или не обжаловали данное решение или постановление, то, естественно, вы должны покинуть Российскую Федерацию. Те граждане, с которыми уже закончился указ, например, Казахстан, Киргизия или закончится, вот мы говорим, Армения, Азербайджан и 15-го мая. Естественно, если вы не оформили никакой статус, не заключили трудовой договор, нет патента, не сдали на РВП, на вид на жительство, то, конечно, вы должны покинуть Российскую Федерацию, не перейти в статус нелегала. Те иностранные граждане, с которыми на 15 марта прошлого года были в статусе нелегала, значит, какая ситуация? Многие вот пишут или... Я уже сталкивался с этой ситуацией, когда обращаются для того, чтобы легализоваться, и им говорят, что надо идти в МВД, оплатить штраф, чтобы вам вынесли постановление. И дальше их ведут в суд, например, и в суд выносится штраф самоконтролируемый выезд. С этим я уже сталкивался, и дальше вот постановление суда, что делать? Если есть доказательства основания, можно убрать, просить, значит, исключить самоконтролируемый выезд и оставить штраф. Но это судебные споры. Так что имейте в виду, если на 15 марта прошлого года у вас были проблемы со сроком пребывания, то есть был статус нелегала, то когда вы сейчас явитесь для того, чтобы легализоваться, у вас могут быть развития событий вот в этом направлении. То есть это ОВД, это суд, это постановление с выдворением, самоконтролируемый выезд. Либо если вы явитесь сейчас для оформления миграционного учета, вам его оформят, но в последующем может запрет на въезд быть. Это тоже сейчас по практике очень часто иностранные граждане сталкиваются. Это та категория граждан, у которых на 15 марта прошлого года были проблемы со сроками пребывания. Так что ждем, поэтому надеюсь, что информация для вас была актуальна. Подождем, какие будут дальнейшие изменения, но по указу 274 это вот в преддверии 15 июня. Пока рекомендую воспользоваться максимальными условиями и постараться здесь получить какой-либо статус. Главное, чтобы у вас для оформления патента, сдачи на РВП, на вид на жительство, оформления трудового договора, если мы говорим о странах таможенного союза, главное, чтобы у вас был действующий миграционный учет. Спасибо, что посмотрели данное видео. Успехов вам. Всего доброго. Спасибо.